Привет, друзья! Начнем этот видеоблог с новостей о визуальных обновлениях. Наш арт-отдел проделал огромную работу, переосмыслив модели парашютов и ящиков, падающих во время битв. Перед ребятами стояла цель – соответствие игровому лору. Задумываясь о том, почему в игре падают парашюты, но не летают самолеты, мы начали накидывать концепты дронов-парашютов, спускающих золотые ящики, контейнер и расходники на карту. Рядом с такими проработанными вариантами дронов-парашютов обычная расходка стала казаться абсолютно непрезентабельной. Это могло значить только одно – все ящики тоже стоит обновить. Решение было принято быстро – сделать их не только отличными по цвету, но и немного отличными по форме. Это поможет игроку быстрее понять, какой ящик спускается на карту. Пишите в комментарии, насколько круто выглядит новый дизайн по шкале от 8 до 10, где 8 – это круто, а 10 – превосходно. За последние несколько месяцев вы могли обратить внимание, что мы постепенно увеличиваем время доступности переодевания в битвах. Наша цель – дойти до таймера переодевания равному времени продолжительности боя и даже зайти несколько дальше. Насколько дальше? Для ответа на этот вопрос нужно рассказать про проблему системы переодевания и откуда вообще она появилась в игре. Кто, как не орех, в силах поведать вам эту историю? Переодевание не было частью игры очень долгое время. Начиная с запуска Танков Онлайн, игроки бились до конца боя с тем, с чем входили в бой. С ростом числа серверов в игре был обнаружен один интересный баг, который иногда работал. Иногда. Играя в бою, можно было в отдельной вкладке в браузере запустить игру на другом сервере – игра это позволяла – и сменить вооружение в гараже. Действовать нужно было очень быстро, иначе коннект в битву сбрасывался. Если все проходило удачно, а было это не всегда, можно было перезапустить первую вкладку и оказаться на респауне с новым танком. Этот баг позволял получить значительное преимущество перед противником. Все мы знаем, насколько сильно можно ослабить ключевого противника, если взять против него защитные модули и устройства. Получение этого преимущества было сопряжено с риском потерять свое место в бою, а с ним и заработанные кристаллы. Это ограничило влияние бага на игру. На баг не обращали внимания достаточно времени, пока вокруг него не начались обсуждения, справедливо ли легализовать эту механику вместо ее полного запрета. С одной стороны, механика давала совершенно нечестное преимущество в долгих боях. С другой – это было нужное преимущество против противника, который пришел грабить бой после разведки и пришел в бой уже подготовленным. В обновлении 242 мы добавили официальный механизм переодевания в игру. Игроки могли раз в несколько минут полностью поменять конфигурацию танка в бою, просто открыв гараж поверх боя. Механизм защитил игроков от риска выпадения из боя, пусть хоть и работал заметно медленно. Возможность в любой момент открыть гараж поверх боя не очень хорошо сказалась на производительности игры. Игроки в обсуждениях планов по этой механике предлагали ввести ограничения по количеству переодеваний за игру или за определенное время. Обсуждался вариант, при котором переодевание должно было давать штраф в очках боя, чтобы не было «а, у него гром, тогда надену красочку от грома», «а, он надел краску от грома, тогда и на фриз» и т.д. и т.п. Все опасались, что превращение бага в фичу испортит игру. В конечном итоге ограничились только таймером. Опасения игроков, что игра будет испорчена, не оправдались. Во всяком случае, не оправдались масштабы влияния системы на игру. Но не оправдались и ожидания разработчиков, что это изменение улучшит ключевые метрики проекта. Игроки не стали играть больше, дольше оставаясь в игре. Но свою аудиторию механика все же нашла. Ещё пять вопросов идут в копилку отвеченных. Смотрим. Элкатала Геймер спрашивает, если вы планируете добавить в игру ещё несколько механик, которые были в «Танках Икс», можете нам рассказать, что это будет? Мы сами не знаем. У нас есть идеи, но не все из них можно реализовать. Мы будем действовать по обстоятельствам и будем держать вас в курсе. У нас таких планов нет. В «Танках онлайн» дроны задуманы как модификаторы поведения расходников, а нанесение прямого урона дроном противоречит философии дизайна дронов. Много дронов было в этом рассказе, но мне кажется, что лучше сделать какой-нибудь овердрайв, который будет запускать дрона, например, с лазерами и ракетами, которые будут охотиться на противников. Так будет лучше. А ещё лучше рой дронов. Спрашивает Пират Спайдер. У вас есть планы вернуть звание разблокировки устройств для пушек? Мы уже вернули. Теперь все устройства доступны только со звания Уоррент Офицер 1. Спрашивает Казарин. Вы собирались сделать устройства на Теслу не такими крутыми в ближнем бою, однако то, что вы сделали, наоборот стимулирует игроков сражаться вблизи, потому что шаровая молния, которая наносит лишь 25% от основного урона, неэффективна на больших расстояниях. Может лучше сделать урон как у электропушки, но не разрешать использовать цепную молнию после выпуска шара на некоторое время. В патчноуте, где мы изменили Теслу, мы сказали, что мы задумывали эти устройства как устройства для дальнего боя, но вы их использовали как устройства для ближнего. Своими изменениями мы не хотели заставить вас играть в дальнем бою, мы, наоборот, сделали пушку честной в ближнем бою. Спрашивает Хики. Будет ли добавлен клиент для Linux? Для кого? В прошлом видеоблоге вы отвечали на вопрос, какой ВАСП улетит дальше от овердрайва Джиггернаута. Правильный ответ А. Первый танк. 10 победителей, а далее следующий вопрос. Это были все новости недели. Не забывайте, что в этот уикенд вас ждет еще один игровой режим. Участвуйте в челлендже, ведь мы добавили в призы золотой цепочки скин. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok